Голосование по поправкам в Конституцию прошло на территории Коми без серьезных нарушений. Об этом нам сообщил штаб по общественному контролю общественной палаты Коми. 42 обращения на всю республику – это не так много. Нам удалось рассмотреть абсолютно каждое обращение, отработать это обращение. Результаты есть разные. Кто-то получил предупреждение, кому-то просто дали разъяснение. По двум случаям были приняты решения экспертной группой. Это когда мы отозвали направление у двух наблюдателей. Это город Сыктывкар и город Ухта. На сегодняшний день где-то 20-25% – это те обращения, которые как раз носят характер того, что недопонимание той или иной ситуации. В рамках последней кампании наблюдателям от партии и общественных организаций выдано более 2000 направлений на избирательные участки. Это в три раза больше, чем, например, на выборах 2018 года. Контролеры подтверждают высокую организованность процесса голосования. Есть наиболее интересные для политических партий участки, где было заявлено до 12 наблюдателей. В целом по республике не один наблюдатель, а несколько наблюдателей на каждый участок. На сегодняшний момент мы можем сказать, что зафиксировано нарушений серьезных нашими наблюдателями не было. Была такая нехорошая тенденция, когда общественный наблюдатель в первой инстанции, куда он шел, он шел жаловаться не в общественную палату. То есть общественная палата потратила огромный ресурс для того, чтобы рассмотреть это обращение. То есть шли в социальные сети жалобы, мы это все дело анализировали, это достаточно большое количество, объем информации. Шли на федеральный уровень какие-то жалобы. Самое интересное, что они нашли подтверждение. Общественная палата продолжает работу с избирателями, призывая по любым вопросам, касающимся минувшего события, звонить на телефон горячей линии штаба по общественному контролю. Мобильная группа готова незамедлительно отреагировать на все сигналы.